Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Брилева. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Скорее присоединяйтесь к нам. Итак, поехали! Сегодня у меня в кадре ручки юной модели. Гелилак с правой руки я уже сняла. Остается левая. Видео этой работы тоже есть на моем канале. Кому интересно, посмотрите. Ссылочка вверху экрана. Твердосплавной фрезой снимаю покрытие на 25 тысячах оборотов. Оставляю тонкий слой базы, если нет отслоек. И этой же фрезой убираю длину. Далее опиливаю свободный край. Работаю пилочкой на 180 грит с одноразовыми абразивами. Продолжение следует... Здесь будет для снижения. Продолжение следует... Подровняла форму, сегодня у нас мягкий квадрат и зашлифовала поверхность ногтя. Уже на этом этапе ногтевая пластина у нас должна быть гладкой, ровной, нигде не должно быть никаких бугорков, впадин и отслоек. На указательном пальце, как видите, ноготь скрутился с одной стороны и получается форма у нас кривая, зауженная, поэтому буду его здесь корректировать с помощью полигеля. Теперь отодвигаю кутикулу пушером и делаю маникюр. Фрезой пламя 0,21 диаметра с красной насечкой вычищаю птеригий. Работаю на 15 тысячах оборотов, сначала на форварде обрабатываю левую сторону, затем на реверсе правую. Далее для того, чтобы сделать красивый ровный срез, убираю всю пыль спонжем, смоченным мыльной водой. Намечаю себе линию кутикулы, которую нужно срезать. Теперь маленькими шагами срезаю ножничками. Маникюр у нас готов, теперь подготавливаю ноготь к покрытию. Бафлю. Обезжириваю нейл-препом и прохожусь праймером. Все ногти сегодня покрываю камуфлирующей базой. Работаю сегодня базой силер 0,5, это нежно-розовый цвет. И покрываю все ногти в один слой. Ставлю каплю материала, растягиваю его по длине и делаю выравнивание. Продолжение следует... Тонкой кистью корректирую боковые параллели, проверяю блики и отправляю в лампу. Теперь давайте разберемся с указательным ногтем. Покрываю тонким слоем этой же базы, прям втирающим слоем и отправляю в лампу на 30 секунд. Ставлю шарик полигелем, сегодня взяла прозрачный. Разравниваю его, моделирую этот уголочек боковую эту сторону. И опять отправляю в лампу. Вытираю липкий слой, опиливаю левую боковую сторону. Смотрю, чтобы форма была одинаковая и с левой, и с правой стороны. Проверяю симметричность и потом уже можно будет покрывать этот ноготь камуфлирующей базой. Субтитры делал DimaTorzok Опять убираю пыль, обезжириваю. Вот такой вот у нас был ноготь и такой стал. Видно, да, что теперь хватает левой боковой стороны. Теперь переходим к дизайну. На палитру беру зеленый цвет и красный. Зеленый у меня какой-то тусклый, не очень красивый, поэтому хочу разбавить его с темным цветом. Но все равно, видите, не хватает ему яркости, поэтому добавляю немножко неонового цвета. Буду делать сегодня вишенки. Ну, вернее, задумывались вишенки, а там вы посмотрите, что получится. С помощью дотса ставлю одну побольше, одну поменьше. И отправляю в лампу. Теперь остается нарисовать листочки. Вырисовывая листочки, я подумала, что это больше похоже на редиски, чем на вишенки. Просушиваю весь дизайн в лампе и перекрываю матовым топом. Задумка у нас сегодня такая, чтобы поверхность была матовая, а сами ягодки были глянцевые. Поэтому дублирую ягодки, тоже с помощью дотса, топом без липкого слоя. Делаю это по одному ногтю, чтобы топ не растекался и отправляю в лампу. Вот такой вот нежный девчачий весенний маникюр у нас сегодня получился. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. Жду вас в следующих видео. Всем пока-пока!